Здравствуйте! Сегодня хочу рассказать про возможность посадки пользователя за использование VPN. Дело в том, что в интернете сейчас поползли слухи о том, что в Томске суд осудил пользователя за использование VPN, то ли VPN, то ли приложение, использующее шифрование мессенджера, а випол. Все это не так. Дело в том, что пользователя осудили за распространение вредоносных программ по 273 статье Уголовного кодекса. Мессенджеры у нас распространяются свободно и не являются вредоносным программным обеспечением. Дело в том, что название вредоносного программного обеспечения совпадает с названием мессенджера. Это позволило многим изданиям, в том числе и право.ру, к этому подключилось, сделать вывод, что именно за использование этого приложения пользователя осудили. Томская прокуратура дала свое разъяснение, популярно написала, что это совпадение в наименовании программного обеспечения. Вирусу тоже имеет свои названия. Мы помним вирус I love you, который распространялся почтой массово и имел именно такое сообщение в заголовке письма. Он имел свое название. Так вот, вредоносное программное обеспечение тоже имеет свое название и, к несчастью, оно совпадало с названием мессенджера. Поэтому выводы, которые делают сейчас СМИ о том, что пользователя осудили за использование мессенджера с шифрованием, они неверные. И, в общем-то, пользователям, которые используют VPN или это приложение, ничего не грозит. Можно по-прежнему использовать как випол, так и сигнал, ну и другие приватные мессенджеры. В связи с этим мы разместим в комментариях к данному видео публикации официальных источников, в том числе и ссылку на решение суда Томского, из которого видно, что все-таки речь идет о распространении вредоносного программного обеспечения, а не использовании мессенджера. Поэтому пользуйтесь VPN и любыми мессенджерами, которые вам доступны. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, и тогда все будет хорошо.